Мегаобзор.ком и сегодня в центре внимания моноблок Acer Aspire C27-1655. Он работает на базе операционной системы Windows, используется связка из процессора Intel Core 12-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce. Там в зависимости от модификаций меняются и компоненты, которые установлены. По необходимости всю информацию можете изучить на официальном сайте производителя. Комплект включает беспроводную клавиатуру и мышку, а также фиксатор для кабеля. Есть зарядный блок, адаптер питания для моноблока. Комплект и наборы позволяют организовать уже сразу рабочее место после распаковки. Есть все необходимое, включая традиционный набор периферии. В случае этого моноблока это беспроводная клавиатура с цифровым блоком и тихими мембранными переключателями. На кейкапа нанесены кириллические латинские символы. Мышка компактна, у нее симметричный корпус, внешние поверхности матовый. Клавиатура и мышка используют общий адаптер подключения. Дополнительная настройка не требуется, достаточно подключить его к USB разъему моноблока. Подставка моноблока выполнена из алюминия, у нее минималистичный внешний вид. На ней он стоит устойчиво, поддерживает наклон панели вперед и назад. Высота не регулируется. Для стойки в комплекте этот фиксатор, с помощью нее сможете подобрать и собрать, точнее, все кабели в общий пучок. Визуально он не отличается от современных мониторов. Установка аппаратной платформы не повлияла негативно на габариты эргономик. То есть, если рядом поставить монитор и этот моноблок, так просто отличить именно какой из них, к какому типу устройства относится, вы не сможете. При этом, если использовать базовый набор периферии, на столе вообще не будет кабелей, кроме питающего, который идет на моноблок. То есть, все будет аккуратно, красиво, все разъемы у нас сзади сосредоточены. Там у нас есть 4 скоростных полноразмерных USB, есть HDMI-выход, есть RG45 для проводного доступа в сеть и раздельные аудиоразъемы. По возможности вывода на внешний монитор я уже сказал, на верхней рамке у моноблока есть веб-камера, есть группа микрофонов, веб-камера сопровождается шторкой, то есть, можно будет обеспечить полную приватность. Есть встроенная акустика, она не может похвастаться высокой громкостью, здесь она близка к тому, что обычно ставят в мониторах, то есть, это такой вот резервный вариант, который можно использовать в рабочих задачах. Для вывода изображения Acer Aspire C27 использует дисплей, диагональ 27 дюймов, это IPS с LED-подсветкой, разрешение Full HD, частотой 60 Гц, качество установленной матрицы хорошее, моноблок используется для обработки фотоснимков в Adobe Lightroom, монтажа видеороликов, чтения и печати. У нас по ссылке, напомню, опять же, текст-обзор, если хотите посмотреть скриншоты, просто не торопясь, там можно посмотреть, все приведено с помощью калибратора получено. Есть разные модификации этого моноблока с Intel Core i3, Core i5, Core i7, во всех них это актуальное 12-е поколение. Это же чипы, которые используются в ультрабуках, мобильные чипы, тестируемыми устройствами, например, установленный четырехъядерный Core i7-165G7. Для его охлаждения используется активная система охлаждения с радиатором и трубками, и она же идет на видеокарту. И при нагрузке достаточно ее слышно, есть равномерный гул, то есть не самая тихая система охлаждения, к сожалению, в обычной работе не слышно, а вот при нагрузке есть. Доступны 8 ГБ оперативки, это формат DDR4, тактовая частота 3200 МГц, тайминги 22-22-48. Видеокарты тоже варьируются, у нас стоит GeForce MX330. Это такой вот промежуточный вариант между дискретным вариантом и встройкой. Он мощнее, чем встройка, естественно, позволяет поиграть, например, в Dota 2, League of Legends, в танки можно поиграть, ну и в рабочих задачах тоже свою задачу будет выполнять. Под хранение данных у нас выделен накопитель, это M2, быстрая скорость обмена данными по нему. Есть модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, и в конце этого видео отдельно приведу пример работы веб-камеры и микрофона, которые стоят здесь. В целом получаем моноблок для организации рабочего места в условиях дома или офиса. Из коробки все распаковываем и уже работает, достаточно сбалансирована начинка, и у него адекватная стоимость. Где-то плюс-минус в районе 60 тысяч рублей, с учетом того, что здесь есть монитор. Нет отдельно стоящего системного блока, лишних кабелей. Мне кажется, интересное решение. Лайк, подписка приветствуются, а теперь к обещанной записи работы веб-камеры и микрофона. Всех приветствую, друзья! Сейчас мы будем записывать тест веб-камеры и встроенного микрофона в моноблок Acer Aspire C27. Сразу скажу, что в записи идет на стройное приложение операционной системы Windows 11. Это камера, никакие эффекты, соответственно, кладутся не будут. Это типа настройки... А, все настройки, кстати, тоже дефолты, не баланс белого, синего, ничего не выравнивается.